Девушки отдыхают Девушки отдыхают У них больше шансов получить престижную работу, ведь нередко привлекательное лицо само по себе уже рекомендация. Слава, деньги, поклонники. Красивые люди воспринимают все это как причитающийся бонус к естественной красоте. Тем же, чья внешность далека от идеала, остаются два пути. Или смириться, или отважиться на поединок с природой. Девушки отдыхают На первый взгляд кажется, что в мир кино, моды и шоу-бизнеса попадают только врожденные красавчики. Но в большинстве случаев тонкие черты лица и идеальные фигуры – это не благосклонность природы, а результат искусства пластических хирургов. Многие из звезд даже не скрывают, что ложились под скальпель, чтобы совершенствовать внешность. «Мисс Украина-2001». Популярная телеведущая Александра Николаенко также прибегала к услугам пластического хирурга, но совсем по другой причине. «Я бы, например, по доброй воле самостоятельно никогда бы не пошла к пластическому хирургу». Еще в школе Александра решила стать манекенщицей. Для успешной карьеры на подиуме она имела все. Высокий рост, стройную фигуру, классические черты лица. Но ужасный несчастный случай едва не испортил планов девушки и не сломал ей жизнь. Как-то возвращаясь вечером домой, она споткнулась на ступеньках. Падая, напоролась лицом на ограду. Металлический стержень пробил губу насквозь. Саша сразу не почувствовала боль и даже не поняла, что с ней случилось. А дома, взглянув в зеркало, ужаснулась. Лицо окровавлено, губа разорвана. Девушку сразу отвезли в больницу. И там случилось то, от чего никто не застрахован. Александра попала в руки совсем молодых хирургов, которые только начали практиковать. Я как бы была маленькая, мне особо скорее хотелось, мне было больно, я хотелось, чтобы это все скорее закончилось. Я говорю, хорошо, один шов. И они мне все это наживую зашивали. И это был, конечно, тихий ужас. Я это вспоминаю как самый страшный сон. После операции на лице остались ужасные шрамы, которые невозможно было даже загримировать. Друзья, которые приходили в больницу, были шокированы видом Александры. Некоторые пытались подбодрить девушку, но были и такие, кто не скрывал правды. Ко мне все приходили, мои одноклассники, друзья. Даже были такие люди, которые мне говорили, ну все, теперь о карьере модели можно забыть. То есть было даже такое, хотя я считаю, что в 15 лет такое не стоит говорить, потому что человек, получивший такую травму, это может очень серьезно воспринять. Для модели любые видимые дефекты внешности – настоящая трагедия. Жесткие критерии профессионального отбора запрещают даже родинки. Что уж там говорить о шрамах. Таким образом, карьера Александры оказалась под угрозой. Давайте, ну, к примеру, так, если уже идти к математике, к примеру, нос должен, одна треть лица, там, край ноздри должен идти по вертикальной линии от угла глаза. Вот, рот должен находиться на середине зрачка, край там, должен находиться на середине зрачка. Это такие пропорции, которые были описаны еще где надо давить. Александре повезло. Вскоре родители отвезли ее в заграничную больницу, где откорректировали шрам на губе так, что он даже придал ей некоторый шарм. Настолько довели до ювелирного, скажем, состояния даже тот же шрам, что, как бы, он мне, например, не мешает. И тоже даже стала своего рода каким-то моим талисманом, потому что именно после этого, как это произошло, у меня начался взлет в карьере. В 20 лет Александра Николаенко выиграла конкурс «Мисс Украина», а позднее попала в финал «Мисс Мира». То есть ее признали одной из самых привлекательных женщин планеты. Теперь Александру приглашают на самые престижные конкурсы. Ей предлагают работу на телевидении и роли в сериалах. Небольшой шрам над губой превратился из недостатка в очаровательную особенность. Александра говорит, что он подчеркивает ее индивидуальность. Что же касается конкурсов красоты вообще, то в последнее время все чаще приходится слышать, что на самом деле это соревнование в профессиональном мастерстве пластических хирургов. И Александра Николаенко этого не отрицает. Более того, она считает вполне нормальным, что участницы престижных конкурсов постоянно корректируют внешность при помощи пластических хирургов. Вот если у тебя есть платье, да, но оно на тебе не сидит, ты его под себя подшиваешь, подгоняешь по фигуре. Точно так же это и выбор любой девушки. Она может делать со своим телом, внешностью все, что она как бы хочет. Это ее личное дело. А как вы знаете, пластические операции, они бывают и удачными, и неудачными. Ну, еще Черношевский говорил, что красоту нельзя измерить в вершках и в линиях. То есть есть такое понятие, как эстетическое чутье. У одних хирургов оно присуще, у других, к сожалению, отсутствует. Понимаете, то есть доктор должен видеть, у него должно быть, ну, не то чтобы ясновидение, а как бы он должен заранее оценить, как то, что он сделает, будет идти, будет гармонировать с внешним обликом человека. Согласно неутешительной статистике, эталонными 90-60-90 природа наделяет только 5% женщин. Это означает, что безработица пластическим хирургам не грозит. Впрочем, последствия этих операций часто непредсказуемы. Ну, опять же, это все сугубо относительно. И иногда вот та же самая некрасивая стоит гораздо больше патентованной красоты. Здесь такое понятие, как индивидуальность. Человек может прийти как бы с показаниями к той же самой ренопластике, но если мы ее сделаем, он потеряет свою индивидуальность. Знаете, я когда-то упала на нос в 5 лет. У меня был безупречный нос. У меня есть два профиля, о которых знают два оператора, с которыми я работаю. Есть правый профиль и есть левый. То есть нос немножечко искривлен. Но меня это не огорчает, потому что если мне надо быть более волевой, то это правый профиль, а незащищенный, то это левый. Я могу просто использовать это для мизансцены или для характера роли. Из-за этого я уже ничего не хочу менять. По крайней мере, 20% пациентов в Европе остаются недовольными результатами хирургического корректирования внешности. В Украине такой статистики нет. Как и данных о том, сколько человек остается изуродованными или искалеченными на всю жизнь. Смотрите далее. Чтобы понравиться своему парню и стать моделью, Светлана отказалась от еды. Она не знала, что уже ступила на рискованный путь. По словам медиков, ежегодно более 5000 девушек и женщин в Украине, которые сидят на голодной диете, доводят себя до дистрофии и остаются инвалидами на всю жизнь. А 50 из них умирают. Подиум, наряды от известных кутюрье, вспышки фотокамер, дорогие контракты. Все это привлекает молодых девчонок-подростков. Каждая пятая из них мечтает о карьере модели. Но достигнуть желаемой цели удается только одной из тысяч. Я считаю это очень индивидуально. И какие-то стандарты, которые навешиваются нам, какие-то стереотипы, которые в обществе блуждают, иногда очень портят людям жизнь. Прекрасная девушка, которая уверенная в себе, не вписывающаяся немножко в эти стандарты, может начинать комплексовать совершенно без повода. Потому что она там не 60-90, то есть 90-60-90 или как там у нас, да. Потому что она не такого-то роста, не с такой длиной ноги или еще что-то. Это абсолютно лишнее. Путь на подиум обычно начинается из модельного агентства. Их в Украине насчитывается свыше 600. У всех одинаковые требования. Должны быть идеальные пропорции и так называемое оптимальное соотношение роста и массы тела. Так, если девушка имеет рост 1,75 метра, то масса ее тела не должна превышать 50 килограммов. Кстати, у медиков совершенно другие параметры. Вес при росте 175 сантиметров должен быть не менее 60-65 килограммов. Вот и получается, что модельное агентство так или иначе толкают девушек на истязание собственного организма. Если бы они просто худели, если бы не создавали себе проблем, которые угрожают их здоровью, можно было бы сказать, ну, это дань моде. Я вам приведу еще одну более страшную цифру, и, к сожалению, я ее видел на практике. 15-25% девочек-подростков с нервной анорексией, без лечения, как ни печально умирают. 14-летняя жительница Кировограда чуть не умерла от нервной анорексии – заболевания, которое возникает в результате продолжительного голодания. Светлана влюбилась в парня, у которого было свое, кстати, совсем не оригинальное представление о женской красоте. И вскоре он заявил девушке, что она слишком пухлая, и ей немедленно нужно худеть. Ему очень нравились модели, и поскольку я его безумно любила, то есть я была ради него готова на все, и мне пришлось приложить максимум усилий. Я не знала, как правильно это сделать, то есть мне никто не объяснял. И я решила, что если я не буду есть, то я похудею. Молодой человек, которому хотелось видеть рядом с собой фотомодель, был настойчивым. Он даже повел Светлану в модельное агентство показать, какую спутницу мечтает видеть рядом с собой. Там девушке сказали, что ее параметры – 60 килограммов при росте 174 – совершенно не соответствуют мировым модельным стандартам. Поэтому нескольких лишних кило ей придется лишиться. И тогда девушка решила окончательно отказаться от пищи. Пришлось убрать из рациона все абсолютно. Я кушала только овощи и фрукты. Ну, а вообще пила воду, чай, ну, как бы всячески там. Ну, конечно, это ужасно было. Светлана не осознавала, что начинает неравную борьбу с природой, последствия которой могут быть трагическими. Ежегодно более 5000 девушек и женщин в Украине, которые сидят на голодной диете, доводят себя до дистрофии и остаются инвалидами на всю жизнь. В большинстве случаев причиной трагедии становится чье-то обидное слово. Именно в этом возрасте какая-нибудь обида, самая примитивная, ты корова или бегемот, посмотри на себя, приводит к тому, что девушка закладывает программу дальнейшей своей жизни, в которой слово корова может привести напрямую к смерти. Я видел смерть от нервной анорексии. Это ужасное зрелище. Я был на секции. Я видел те худенькие тела, которые вскрывали. Патолога-анатом доставал внутренние органы, которых практически не было. Девочки, которые умирали от нервной анорексии, сами отказались жить, отказавшись употреблять пищу. Голодание – нелёгкий экзамен. Побороть привычки, заставить себя отказаться от любимых блюд, может только человек с недюжинной силой воли. Чаще всего к жёстким диетам прибегают модели. Не исключение и звёзды шоу-бизнеса. Ой, самое главное – это не кушать. Зашить себе рот и не есть. Но, вы знаете, у нас на Украине так тяжело, конечно, себя во всём отказывать. Приезжаю с гастролей. Мама – пирожки в напече, вареники в наваре. Кажется, да ты, но ты ж ничего не ешь. Так а куда поешь? Вот. Я, конечно, ругаюсь с ней, говорю, мама, ты что, у меня враг? Почему ты вкусно готовишь? Ну, попробуйте не есть. Попробуйте не есть. О, стилу воли надо какую иметь. Светлана продолжала голодать, пока не потеряла сознание. Случилось это на уроке физкультуры. Со школы девушку прямиком отвезли в больницу. Медики сразу определили – обморок случился как результат продолжительного голодания. Для родителей Светланы эта новость была шоком. Врачи же заметили – каждой десятой девушке-подростку, которую привозят к ним по скорой, ставят именно этот диагноз – голодный обморок. Родители довольно часто узнают об этом поздно, уже тогда, когда ребенок истощен. Когда они обращают внимание, что она совсем ничего не ест, только тогда они широко открывают глаза, что происходит. Медики рекомендовали родителям проследить, как питается ребенок. Но Светлана стала хитрить. Говорила, что покушала, а сама выливала суп в унитаз. Родные долго не могли понять, что происходит. Когда разобрались, приняли жесткие меры. Потом как бы просто доходило до скандалов, до истерик. Если ты не будешь есть, то не пойдешь гулять или еще что-нибудь. В общем, родители были очень против. И модельного агентства, и того, что мне приходится не кушать. Девушка не обращала внимания на родительские запреты. Приобрела электронные весы и строго нормировала каждую порцию пищи. 100 граммов обезжиренного сыра утром, столько же мяса с овощами на обед, стакан кефира на ужин. Бороться с постоянным чувством голода помогала мысль, что все это ради любви. Когда мне хотелось кушать, я думала о конечном результате. То есть о том, что вот я делаю это и для себя, и для парня, для того, чтобы ему как бы нравится. Это сложно. Это сложно. Но это сила воли, если она у человека есть, и есть цель, стимул. Это великая вещь. Уже за год Светлана достигла желаемого результата, и ее вес уменьшился на 14 килограмм. Девушку приняли в модельное агентство, но заметили, что она перестаралась, и рекомендовали набрать несколько кило. То же самое говорили и врачи. Рост у меня метр семьдесят четыре, вешу я сорок восемь килограмм. То есть врачи говорят, что это ненормально. А ну, нужно весить там 60-65, вот так вот. Но самым ужасным для Светланы было то, что любимый, ради которого она рисковала своим здоровьем, остался равнодушным к ее перевоплощению. Ну, конечно, потом он сказал, что мне лучше было, когда мне было 60 килограмм. На память о любимом Светлане остались только ее 46 килограммов при росте 174 сантиметра. К счастью, девушка смогла вовремя остановиться. Но это удается не всем. Врачи предупреждают, каждая пятая больная нервной анорексией умирает, не дожив даже до 25 лет. Ну, мне кажется, что вот это настоящая любовь. Когда не отвернется человек из-за того, что у тебя там толстый зад, да? Он не отвернется от тебя. А наоборот, он сделает все для того, чтобы ты поверила, что у тебя самое красивое это место. Понимаете? Вот это настоящее. Смотрите далее. 15-летней девушке промышленным миксером сорвало скальп и кожу лица. Врачи неудачно сделали операцию, после чего пациентка решила покончить с собой. Устроилась, поняла, что я уже все, мне не остается тут больше ничего делать. Я просто не хотела подержать, и все. 15-летняя Оля Садыкова мечтала делать людей красивее. После школы она хотела поступить на курсы парикмахеров и визажистов. Чтобы накопить денег на учебу, устроилась кондитером в частную пекарню. Во время ночной смены, когда Оля засыпала сухую смесь в миксер, агрегат, который работал на сумасшедших оборотах, прихватил рукав ее халат. Я нагнулась подсыпать крошку в ящику, начала выгребать ее, и почувствовала, что за рукав засыпала. Ну, я начала дергать. А оно, ну, так все быстро начало происходить, все дальше и дальше. Она попыталась остановить машину, но не смогла дотянуться до выключателя. Тем временем адская машина уже наматывала на вал волосы девушки. Она сделала последний отчаянный рывок и оказалась на полу. Слышно и то, что там скажешь, там, да, больно, там, пыче или колы. Там, ну, я не знаю, там все вместе как будто бы, и, понятно, полностью с тобой все срывается. Миксером Оля сорвала скалеб и кожу с лица. Скорая забрала ее в больницу, где медики срочно начали пришивать оторванные куски кожи. Отец девушки трижды возвращался в цех, разыскивая лоскутки кожи, из которых медики пытались возобновить Оля на лицо. Но кожа не прижилась. Через несколько дней стала гнить и расползаться. Тогда девушку отвезли в другую больницу, где ей отрезали кожу на бедрах и спине и пришивали на лицо. После трагедии Оля еще долгое время не понимала, что с ней случилось. Несколько месяцев подряд все ее лицо было перебинтовано. Но со временем, когда сняли бинты, девушка стала требовать у матери зеркало. Ну, это нам не дало. А там полностью просто, именно тогда лицо просто все разорвано было. Оля была шокирована. Такое лицо она видела только в фильмах ужасов. Несколько дней девушка плакала, а потом стала рвать и сжигать фотографии, на которых она красивая и веселая. Именно тогда она впервые решила наложить на себя руки. Ну, сидела, держала все в руках. Держала свои фотографии. Потом я как бы только, как сказали, настроилась, поняла, что я уже все, мне не остается тут больше ничего делать. Еще полгода назад Оля была симпатичной и привлекательной девушкой. Теперь ей, чтобы вернуть утраченную красоту, нужно немало сил и средств. Семь из десяти пациентов пластических хирургов пытаются просто усовершенствовать свою внешность, иначе говоря, подкорректировать ошибки природы. Они знают стоимость операции и в состоянии ее оплатить. Остальные пациенты, трое из десяти, жертвы несчастных случаев. И именно им, как правило, не хватает средств, чтобы вернуть утраченную привлекательность. Ведь несчастный случай предвидеть невозможно. Родители Оли сразу же отдали на лечение дочке 50 тысяч гривен, которые длительное время собирали на квартиру. Но нужно было в несколько раз больше. Владелец пекарни Давыд Барсигян пришел к Оле в больницу. Он начал требовать подписать письмо, что девушка у него никогда не работала. Я тоже в тяжелом состоянии лежала, он пришел домой с бумагой и сказал мне, Оля, подпиши бумаги, мы тебя будем лечить, мы все тебе будем делать, подпиши бумаги, что ты у нас не работала. Оля не подписала, а работодатель и не думал ей помогать. Более того, он даже отказался отдать трудовую книжку девушке, при наличии которой фонд социального страхования мог бы насчитывать искалеченному ребенку деньги. Только через суд, куда обратились родители Оли, владельца цеха заставили выплатить 20 тысяч гривен для возмещения материального ущерба. Этого не хватило, чтобы рассчитаться даже за одну операцию. А господин Барсигян, похоже, считает, что свой долг он уже исполнил. От меня фонд требует, пишите трудовую книжку за одним часом, а за одним часом это получается... А передним почему не написали? А передним почему не написали? Почему передним не написали? Передним числом почему не написали? Каким передним числом? Ну каким, когда человек пришел к вам работать? Я обязан затрогать этот вопрос, да? Да, хотим. Работал, не работал. Она же работала у вас? Суд решили работать. Она же работала. Ну, суд, я знаю, что суд вас обязал, вы, да, девочки... Ну, были, ну, это, халатности, манатности, за это, чего я несу наказание. Все-таки... В общем, ничего не отвечаю, да? Почему не хотите отвечать? Да, потому что мне желали некий вас обманывать, вы хотели от меня что-то узнать. 22 операции перенесла несчастная девушка. Ее внешность понемногу менялась. Ужасные рубцы стали заживать. Оля начала привыкать к своему лицу, как вдруг получила новый удар судьбы. Жених Вадим, с которым они встречались два года и хотели пожениться, отказался от нее. Он подойти не мог до меня. Он как бы так... Ну, зашел, и дивился, и рот предоткрыл. И постоял, что-то там это самое, и уехал. Не было желания отомстить, я просто поняла, что действительно, что... Кто? Ну, кто? Подивиться на такую, как я. Оля никому не сознавалась, как больно ей было вынести измену. Зачем жить, если ты никому не нужна? И какая судьба ждет ее с таким изуродованным лицом? Тогда девушка окончательно решила покончить с собой. Я повишиться хотела. Ну, я же все приготовила, и папа заходил. В последний момент отец вытянул ее из петли. Еще долго после этого родные не отходили от Оли ни на шаг. Боялись, что она повторит попытку самоубийства. Месяцы понадобились для того, чтобы девушка немного успокоилась. Когда в 16 лет настало время получить паспорт, Оля категорически отказалась фотографироваться. Специалисты создали ее компьютерное изображение с внешностью, которая должна быть после всех операций. Именно этот портрет наклеен сегодня в ее паспорте на месте фотографии. Вернуть красоту для Оли стала жизненной необходимостью. Только после того, как ее лицо станет гладким, и врачи пришьют новые уши, она сможет выйти на улицу, не опасаясь косых взглядов посторонних людей. Оля не оставляет давних планов стать модным парикмахером. Говорит, что только эта мечта держит ее на свете. А ночью ей часто снится, что она снова стала такой же красивой, как раньше. Я просыпаюсь, а у меня волосы. Я начинаю кричать, говорю, мама, подвись на меня, у меня волосы. А волосы, понимаете, так солнце в окно, и такие шикарные. Я так дивлюсь, и я начинаю плакать. Скажу, мама, Бог меня почувствует. А я думаю, вдруг действительно до головы, а я без волоса. Сейчас родители заняли еще 30 тысяч гривен. Олю ждет еще одна операция. У девушки единственная мечта. Когда-нибудь хирурги сотворят чудо и вернут ей утраченную красоту. Смотрите далее. Ради славы, успеха и любви публики, звезды шоу-бизнеса жертвуют всем. Личной жизнью, собственным здоровьем и нередко внешностью. Певица Таисия Павлий из-за причуды продюсера перекрасилась в черный цвет. А после этого чуть не потеряла волосы. Я перекрасилась в черный цвет. Сумасшедшая Павлий. Смотришь на себя в зеркало и... О, Господи, кто это тут рядом со мной? То есть я себя не узнавала. Я перекрасилась. У меня волосы прям всыпались. Знаете, вот я сижу, они просто отпадают. Я была вот с такой стрижкой. Вот такой. Я ходила с ежиком, мучилась. А потом мы же живем в третьем тысячелетии. Нарастила капсулки. Вот за один день. И у вас до пояса коса. И я поняла, вот, вот это счастье. Какие-то длинные волосы. Вот чего мне не хватало. К тому же у любимицы публики проблемы были не только с волосами. Она обратилась в киевский салон красоты, где ей под кожу ввели специальный гель. Неприятные побочные эффекты операции дали о себе знать позже. Этот гель у меня был в носогубных складках. Потом он мигрировал по всему лицу. Да, то на лобе вылезет, на лбу вылезет, то еще где-нибудь. Поэтому мезотерапию я однажды сделала и нарушила этот гель себе. Он у меня под глазом вылез такой шишкой. Вот, и что? И мне вот здесь возле носика делали разрез и все это выдавливали. Поэтому мезотерапию мне нельзя, потому что в правой щеке у меня еще гель сидит. У самой очаровательной актрисы Украины Ольги Сумской с детства было много всяких комплексов, которые очень мешали ей жить и которые было трудно побороть. Боже, я сейчас что-то такое вспомню. Вы не поверите, я близорука. В жизни я ношу очки, как Катя Пушкарева, но у меня такие элегантные очки. Я всегда стыдилась этого. И вот мой муж, когда мы только начали встречаться, он влюбился... Мой второй муж. О первом я не говорю. Ему очень нравилась я без макияжа. Я утром в очках. Он даже целовал мои очки и говорил, я люблю тебя в очках, я обожаю тебя в таком состоянии. Ты такая незащищенная, какая-то такая родная. Меня это поразило, нас это очень сблизило. Но это очень интимные вещи. Возможно, я сейчас говорю то, что никогда никому не рассказывала. Ольга смогла превратить собственные недостатки и комплексы в привлекательные особенности, свойственные только ей. Она считает, что это по плечу каждой женщине. То есть умение скрыть и умение подчеркнуть именно прекрасные вещи в женщине, это и есть тот шарм и то мастерство, о котором мы говорим. Впрочем, проблемы с внешностью возникают не только у женщин. Или там вот... У меня всегда раздражают мои морщины на лбу. Ну уже что делать, я всю жизнь удивляюсь, понимаешь? Говорят, почему у мужчины здесь морщины появляются, а у женщины здесь? То, что два раза в месяц женщина спрашивает, где деньги? Она говорит, какие деньги? Носик у меня тоже такой. С гримером-художником недавно сижу. Говорю, слушай, а если мне пластику, нос вот чуть-чуть вот как-то... Она говорит, зачем мужское достоинство уничтожать? Ведь на носу написано, что у вас есть что сказать, как секс-символов, понимаете? А если носик будет маленький, ну и что? Я говорю, так хуже, когда есть анекдот, когда утром они просыпаются, и она ему по носу-то бьет и говорит, ух ты обманщик. Мужчины вообще натуры противоречивые. С одной стороны, им всегда нравится, когда женщина похожа на звезду с обложки модного журнала. А с другой, когда она, наконец, становится неимоверной красавицей, они пытаются выяснить, как же ей это удалось. И когда оказывается, что чудесное превращение произошло благодаря косметологии и пластической хирургии, отношение к женщине резко меняется. Я не понимаю, ну, секс-бомби какой-то на обложках плейбоя или в порнофильме. Надо там грудь увеличивать, они делают это. Им это необходимо профессионально. Но в жизни, я себе не представляю, чтобы вот это с силиконом передо мной была женщина, чтобы ее ласкать, грудь искусственную, мне это как-то трудно себе представить. Пусть это будет маленькая грудь, но натурально. У звезд свои секреты красоты. Что же они делают, чтобы поддерживать себя в хорошей форме? Дорогие женщины, просто сметана. Банально, но каждый день. Нанесли толстым слоем. Перед этим, конечно, очистили кожу. Ой, мне проще поехать в салон, лечь на кушетку, чтобы надо мной там ворожили ручки золотые наших мастеров. Для тела очень хорошо масочки, обертывания. А особенно вот сейчас, в последнее время я пристрастилась, есть такой вот аппарат, который качает мышцы, да, к тебе вот эти вот такие пластиночки, не бабочки, не, нет, пластиночки к тебе вот так вот цепляют, да, на ручки, там, на грудь, на бедра, на животик, на ножки, вот. Да, и я лежу, лежишь на кушетке, а оно так тебе оп, собирает мышцы, качает, ты выходишь как в спортзало. Женщины довольно часто изнуряют себя в спортзалах. Виктория Пасмитна еще подростком поняла, фигура у нее несовершенная. Свои плечи девушка считала слишком узкими, а ноги массивными. Вот, а по внешности, как только я начала понимать женскую красоту, посмотрела на себя в зеркало где-то в лет 12, то на меня смотрела такая пышная, полненькая, животиком, с большими ножками, с такими щечками, такая девочка. В принципе, такая миленькая, такая все. Но в плане тела, естественно, я начала понимать, что со мной делается что-то не то. В 28 лет женщина, наконец, решила ликвидировать этот недостаток. Немного укрепить мышцы на плечах и избавиться от жирка на ногах. И активно начала тренироваться. Через несколько лет изнурительных тренировок Виктория действительно стала стройнее и крепче всем телом. Вместо жировых отложений обросла мышцами. У нее был свой рацион. Она начала пить протеин и другие белковые смеси. Все это придало ее мышцам почти угрожающий вид. Но за новую фигуру пришлось поплатиться семейным счастьем. Муж не разделил увлечения жены и оказался не готовым к таким ее превращениям. Они расстались. Но Виктория говорит, что от недостатка мужского внимания она не страдает. Ведь многие выражают, если не восторг, то заинтересованность. Потом такие случаи бывают. Даже вот здесь на арсенальной, я когда подхожу в переход, спускаюсь вниз, едут машины. Часто они так едут, что человек едет вот так вот. И напротив, короче, начинают друг другу бибикать. Один раз зашло, ну не до аварии, но, короче, машины все остановились. А я так еще шла с ребятами из зала. Говорит, Витка, ты уже начала аварий на... Я такой с гордо поднята головой. В последнее время Виктория достигла в спорте феноменальных результатов. Она стала чемпионкой и рекордсменкой Европы. Многократной чемпионкой Украины. А в прошлом году получила даже титул чемпионки по бодибилдингу. Правда, некоторые из знакомых до сих пор намекают Виктории, что новая фигура ей не идет. А общая масса мужчин вообще относится к культуристкам очень категорически. Я не могу смотреть спокойно на этих фитнес-залей женщин, которые демонстрируют с гордостью свою мускулатуру. Ну, это не женщины. Это просто качок какой-то. Это страшно. На плечах которого даже и голова уже не женская. Виктория объясняет такое восприятие элементарной необразованностью и мужской ленью. Она руководит известным спортивным клубом и не представляет жизни без тренажеров. Зачастую это люди обычно такие тучные, с такими животами. Ой, что это такое? Вот у женщины там пресс, у нее плечи. Нормальные плечи. Нормальный пресс, которого, кстати, у вас нет. Специалисты утверждают, что в Украине пластические хирурги придерживаются международных норм, которые допускают не больше 10% брака от всех сделанных операций. Но это в официальных заведениях. Какой же процент неудачных хирургических вмешательств в частных клиниках красоты, подпольных кабинетах и у хирургов-халтурщиков, которые подрабатывают пластическими операциями, выяснить не удалось. У киевлянки Надежды Марценюк после кесарево сечения появилась неприятная жировая складка на животе и большой шрам. Чего она только не делала, чтобы от них избавиться. Истязала себя диетами, физическими упражнениями и массажем. Но ничто не помогало. Эта жировая складка на животе, она меня мучила. Она мне доставляла дискомфорт. Возможно, это уже была навязчивая идея избавиться от нее. Я исхудала до 57 килограммов, но это ничего не решила. Смотрю, что лицо у меня стало такое, ноги тонкие, а живот висит и все. И делай, что хочешь. Более 10 лет киевлянка безуспешно боролась с недостатками внешности. Да еще муж подливал масло в огонь. Сначала он намекал, а потом стал открыто говорить, что женщина с такой отвратительной фигурой вряд ли может вызывать в мужчине чувства. Может быть, он и подтолкнул меня к тому, чтобы я уцепилась за эту мысль, чтобы я упорнее добивалась своего, вернуть мою фигуру в то состояние, в котором она была до родов. Как-то Надежда Григорьевна увидела по телевизору рекламу клиники «Меладиум», которая предлагала избавить от жира именно в том месте, где хотела женщина. Хотя процедуры были довольно дорогими, она решила не жалеть денег на красивую фигуру. Надежда мужественно терпела все процедуры, которые назначил ей врач. За омоложение она заплатила почти 3,5 тысячи гривен. Но признаются, что мучительные уколы не дали никакого результата. После родовой шрам остался. И вот заканчивается последняя процедура, и я вижу, что эффекта ноль. Ничего не изменилось вообще. По объемам, да, действительно, здесь объем талии был 79 сантиметров и остался 79. Но объем ноги посередине бедра был 66, стал 63. Это 3 сантиметра разница, это серьезная разница. И объем в области колена был 44, стал 40. Значит, результативность есть. Но почему до конца не получила она результат, который она хотела, скорее всего, недостаточное количество процедур она приобрела. Как оказалось, это было только начало черной полосы в жизни женщины. По словам Надежды Марценюк, вскоре у нее открылось кровотечение. В организме появились спайки, которых раньше не было. Я не слышал о ее кровотечениях, никакие справки предоставлены не были. Это не подтверждено. Я не видел документы. Если даже это и было, то нужно разбираться. Наши процедуры, ну как бы, ну не должны спровоцировать ни одну проблему. Надежда Марценюк считает себя потерпевшей. Вместо того, чтобы избавиться от послеродовых недостатков, она подорвала себе здоровье. К тому же вскоре ее семья распалась. От нее ушел муж. Все надеются, что после операции жизнь изменится к лучшему. Это стандартная ошибка. Изменения произойдут, но к лучшему ли – неизвестно. Пластическая хирургия – это всегда лотерея. Ирина была симпатичной девочкой, но имела один, на ее взгляд, существенный недостаток – оттопыренные уши. Еще с пятого класса ее дразнили ушастиком, чебурашкой, лопоухой. Да, я всегда ходила, у меня всегда была прическа до плеч. Я всегда вот так их стоя перед зеркалом. Сначала я их так за уши закладывала, а потом – нет, нет, я их вот так делала. Сначала девочка пыталась как-то бороться со своим комплексом. Она начала активно заниматься спортом, а со временем даже стала чемпионкой Европы по биатлону. А когда надо было собрать и уложить волосы перед каким-нибудь мероприятием, детский комплекс по поводу неудачных ушей снова возвращался. Также большой проблемой для меня было на море. Когда я купалась, выходить из воды, я всегда вот так наклоняла голову, потому что, чтобы не видели мои уши. Хотя я человек, который всегда хожу с подних гор головой, и мне всегда казалось, что волосы прилизанные, и тут торчат такие большие, огромные уши. Иногда Ирине удавалось побороть собственную закомплексованность. Она даже начала ходить с хвостиком, делать красивые прически и заставляла себя не думать о реакции окружающих. Все, казалось, было хорошо. До одного случая. В очередной раз мы фотографировались на одном юбилее моего друга, и одна знакомая, которая не была, она говорит, «О, я видела фотографии там с юбилей, а у тебя, оказывается, ушки торчат». Все, то есть то, что годами я нарабатывала свое психологическое спокойствие, оно просто напрочь исчезло, и я обратно замкнулась в себе. После этого Ира решила, хватит быть рабыней собственных страхов, и начала собирать деньги на операцию. Пластические операции самые дорогие в Украине среди всех других хирургических вмешательств. Например, изменение формы носа стоит от 4 до 20 тысяч гривен. Коррекция груди – от 10 до 30 тысяч гривен. Чтобы изменить форму ушей, в зависимости от квалификации хирурга и собственного лечебного учреждения, надо отдать от 3 до 5 тысяч гривен. К тому же доверять любому специалисту тоже не стоит. Хирурга надо выбирать очень тщательно. Обязательно надо обратить внимание на его образование, наличие сертификата и, главное, выяснить, сколько лет практикует специалист. Потому что малоопытный врач – реальная угроза здоровью пациента. Ирина долго искала специалиста, которому отважилась бы доверить свои уши. Я зашла на их сайт, посмотрела, кто у них делает операции. Было три человека. Это профессор, такой уже мужчина в возрасте, еще один врач, такой молодой, лет около 40, и женщина. То есть женщину я сразу отбросила. Потом, ну да, мало ли как женщина может себя повести женщиной. Ирина выбрала молодого, но уже опытного специалиста. Подруги, которым она рассказывала о своем намерении, только улыбались, мол, ей надо не уши исправлять, а голову лечить. Поэтому, отправляясь в больницу, девушка никому не сказала, что решилась на операцию. Всех предупредила, что едет на спортивные соревнования. Я зашла к врачу, он посмотрел, говорит, какие ты хочешь себя уже. Я такая, ну, я хочу, чтобы они не торчали. И все, говорю. Вот там боль, говорю, нет, говорю, самая форма меня выстраивает. Просто, говорю, пришейте мне их. И все. Операция прошла без осложнений. Но уже на следующий день под глазом появилась гематома. Ну, я с работы прихожу домой, открываю дверь, и меня Ирина встречает. На голове повязка, под глазом такой синяк на это. И у меня первая реакция, что она уезжала на соревнования, соревнования по воздушной шаритам, что-то я не помню, какие точно соревнования были. И у меня первая реакция, она упала и разбилась. И я, у меня мысль прикинула, слава богу, что она жива. Вот, и надо, мама, я сделала операцию. Синяк со временем прошел. Новые уши прижились. Ирина была вне себя от счастья. В конце концов, она достигла цели. Избавилась от детского комплекса. Часто недовольство собственной внешностью становится патологическим. В таких случаях стоит обращаться не к пластическому хирургу, а к психиатру. Ведь если мысли о собственных недостатках мешают жить, изменяют привычки человека, его поведение, речь идет уже о болезни. Она имеет сложное название – дисморфомания и означает патологическую неудовлетворенность собственной внешностью, которая приводит к психическим расстройствам. Поэтому вы можете до бесконечности изменять форму носа, ушей, корректировать форму груди, подтягивать живот. Но не исключено, что после множества переделок как-то раз в зеркале вы увидите совсем другого, чужого человека. И кто знает, понравится ли он вам. Красота, в первую очередь, для женщины – это счастье, это любовь. Вот если у женщины светятся глаза, если она удовлетворена, то она красива. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова